привет зрители я сегодня купила джинсы сейчас даже скажу почем я каюсь я не осилила записать для тебя обзор как он там называть моих фаворитов лета и осени как-то не случилось а точнее моих фаворитов лета и весны и лето осень я постараюсь наверно все таки записать джинсы джинсы называются летние джинсы но мне кажется они вот на лето будут жарковато если тепло вот так вот сегодня даже где-то градусов 22 наверно это размер 30 он же 48 размер 30 он же 46 48 я у них слегка утонула там было 3 3 2 моделей 3 разных размеров одно было значит там 44 46 в другом 48 48 я утонула в 46 4 46 было нормально но там суть была такая что книзу очень заужена и мне даже больно было и они очень длинные такие ноги такие длинные что какая-то несуразица на фото но выглядело совсем иначе а вот которая купила нью-скай 609 рублей был у меня размер 46 вот он на мне он все ништяк такое там хлопок 98 процентов милостан два процента но если бы не ремень и них с меня слегка сваливались меня сейчас приящий пол следящий ли ты фокус а может уже не следящий получать следящий фокус короче говоря вот я их забрала на пункте ванн-перес такая же рища была с меня 7 поток сошло я я думала что они на меня не режут потому что вот меня совсем расперло внезапно за пять минут сразу на ногах но оказалось что там просто очень жарко почему-то я вышла там угрюка но мне вот как-то не очень в облипку и так далее но прошла по слегка ветерной погоде и по улице и нормально было единственный минус тут кармашки вот так вот больше не усунешься то бишь телефон вот у меня в предыдущих джинсах он они более глубокий вот карман вот до сюда он заходит туда полностью телефон тут не до конца почему решила купить джинсы у меня были голубые и а вы порвались ну сначала они конечно не совсем порвались то что они порвались я уже увидела потом я в них ехала в деревне из деревни там остановку у нас покрасили за 10 дней до моего отъезда я думала она уже все высохла но я на нее села и у меня там такая синяя полоса пошла за и увидела это уже дома ну короче в общем тут у меня сейчас платочка тут маленький такой карманчик туда большой палец руки влезает и даже еще он маленький но он узенький но глубокий и зале вот еще кармашки но стабильные такие кармашки я выбрала себя нестандартную модель для меня ну в общем как бы у меня были и джинсы скинни но так как на такой кому-то 42 размера похудеть тогда будет счастье у меня есть еще рваные джинсы надо похудеть до 44 размера жопой совсем полноценно 44 не 44-46 и это как-то но они такие рваные все-таки красивые просто джинсы у меня есть еще просто джинсы но они больше вот так они во-первых мне свободно очень сильно я видимо с того момента когда они были на мне не свободно целька похудела а эти вот ремень освобожу покажут просто без ремня как они без ремня есть короче я в них присела там то все всякие движения делала примерочной если ты подумал что-то иное поделись со мной в каментах и сетечка поставлю какие-то уже не делала короче и приседала и тогда и когда приседала я поняла что у меня трюсики видно и надо к ним ремешок потому что так вот они ну немножко свободно я уж думала от них отказаться а потом думаю блин фит знает может там у 44 размера это будет нормально в назад то вообще не натянутся поэтому я дано следит за мной камеру привет люблю тебя камера короче вот они вот так вот я мышца себя приближу для тех кто особо плохо видит чуть-чуть так после еще берем немножко вот вот так вот я начну такая компактная черная футболка подарка отпущите джинсики за 600 9 рублей я нам еще босоножки были ну как бы она с босоножками прикольные с тапочками нормально если хочешь с босоножками вот такую вот примерочку ну как она не совсем примерка ну в принципе примерку одежды вот дай знать каменты я запишу тебе я еще заказала курточку за три шесть за три тысячи сто с чем-то и джинсовую парку давно хотела такую сначала не год назад душила жаба за три-то тысячи одешевле не было либо был какой-то шерпотреб а потом я подумала раз я купила себе за 24 тысячи масло пресс то почему я не могу купить себе за три с лишним тысячи курточку в общем я заказала себе джинсовую курточку тоже на вайберс она завтра вроде как должна прийти и я ее соответственно тоже если она мне подойдет я ее за видосю потому что че это как бы если джинсики показала то надо же и курточку показать вот это поближе подхожу и черные немножечко тянутся узенькие они не скинем но они выглядят как будто леггинцы ну и я первый раз вообще сталкиваюсь моделью я хотела немножко широкие но плюс у них в том что обычно я в джинсах если я еду на велике то я их загибаю вот так где-то широкие или средней широкие средней широты или такие типа клеша в колено эти не надо будет загибать в них можно просто ехать на велике завтра как раз их обновлю сейчас у нас уже почти да у нас сейчас 7 часов уже особо никуда не съедешь завтра у нас часу до пяти будут шастать эти проверяющие вентиляцию а на часу вон Алиска к нам пришла а на часу мне надо будет до сада доехать еще до одного магазина на велике вот как бы будет мне счастье у меня тут бирочка я короче сам бирочку попросила у товарища который сидел на базе выдачи вайберс ноженки срезала а сзади еще было бирочка оказалось что можно было просто оборвать я прошла когда к родственникам я просто оборвала тут сайс 30 30 гиром джинс цвет карьбы поставщик о бк мода артикул я оставлю в инфобоксе там еще другие всякие размеры есть там я не помню есть и там сейчас наличие больше 30 размера но меньше 30 а там точно были вот твоего при поплоду можешь оставлять ой полотенца на двери я тут все так прибирала чтоб ничего в кадре жуткого не летло но полотенца на двери но у нас змеевик с певраля не работает в ванной и никто его делать не собирается жилсервис у нас такой загадочный за ложную постановку неправильного диагноза возьмет почти 700 рублей а чтобы сделать то что он обязательно делать он не хочет делать вот так поэтому полотенца на двери висит всем спасибо за просмотр если хотите поддержать мой канал то можете мне задонатить денежку или как-то еще его поддержать финансово ну или какую-то штуку мне подарить безвозмездно если чего еще хотите если я какое-то видео обещала записать но никак не смонтирую можете написать комментарий я могла просто забыть про это видео ну и всем пока